Какой можно применить глубинный насос для скважины, чтобы обеспечить именно водоснабжение двухэтажного дома. Ну и естественно, какой понадежнее. Любой выбор насоса, естественно, зависит от его параметров. Параметры, основные параметры, на которые стоит обращать внимание, это, естественно, производительность самого насоса, который будет влиять на количество воды, подаваемую в ваш дом. То есть, здесь зависит уже от состава семьи. То есть, если 4 человека в семье, в среднем, пускай уходит у вас где-то 200-300 литров в сутки на человека, это с учетом того, что помыться в ванной, принять душ, несколько раз ходить в туалет, потому что самое большое потребление воды идет через унитаз. Поэтому из этих расчетов, если 4 человека, то есть 800 литров в сутки, вам необходимо. И плюс небольшой запас, то есть 3000 литров в сутки вам необходимо. Ну, глубинные насосы практически все. Я не беру в расчет такие насосы, как малыш вибрационные, потому что у него с максимальной глубины, то есть порядка 30-40 метров, идет производительность 400 литров в час. Опять же, в принципе, если моментально не будет расходоваться вода в вашем доме, то и если учесть, что у вас будет промежуточная какая-то емкость накопитная, то, в принципе, и его достаточно. По крайней мере, я на своей практике первоначально у меня порядка 10 лет была глубинная скважина, и с помощью малышей я, в принципе, почти 8 лет справлялся для системы водоснабжения своего дома в составе из 4-х человек. Ну, ладно, это малыш малышом. Я рассмотрю более производительные насосы, глубинные. Они все центробежные, не вибрационного типа. По ходу повествования я вам просто расскажу минусы вибрационных насосов, с какими проблемами я сталкивался для того, чтобы не наделали тех же самых ошибок. Итак, в своем рассказе я буду придерживаться только своего личного опыта и опыта моих знакомых, которые сталкивались с теми или иными проблемами. Итак, первое, что я мог бы посоветовать из насосов, это наших отечественных производителей и соседей по СНГ, то есть бывшего Советского Союза, то есть это насос водолей. Изготавливается он на Украине. В принципе, хороший насос по производительности. У него, по-моему, самая минимальная производительность, около 3 кубов в час. В принципе, корпус нержавеющий, то что тоже очень хорошо, потому что, опять же, если сравнивать с насосами, ручеек, малыш и тому подобное, раньше они делались корпуса из алюминия, сейчас у них какие-то сплавы, и если вода жесткая, присутствует соли жесткости, то у него начинается уже, так сказать, разъедать корпус. Это один из нюансов по сравнению с насосами вибрационного типа. Крыльчатка у него, по-моему, здесь латунная, насколько я помню. И высота подъема, это один из вторых параметров по выбору насоса, это высота подъема. Что это значит? То есть, если у вас есть скважина, уровень воды стоит на какой-то отметке, предположим, если скважина 25 метров, возьмем, например, скважину 25 метров, и уровень воды, например, стоит, зеркало воды от уровня земли, стоит на 15 метров. Значит, вам необходимо, чтобы насос опустить, хотя бы на 3 метра в воду, здесь большое влияние еще оказывает динамический уровень скважины, что это значит, что во время откачки воды вот это вот зеркало будет падать на определенную глубину, то есть, там 2-3 метра, поэтому вам нужно насос опустить хотя бы минимум на 3 метра от зеркала воды. Предположим, что вы опустили насос на 20 метров, естественно, насосу нужно поднять эти 20 метров, а потом еще завести воду в дом, и в доме должно быть давление, ну, хотя бы на минимум полторы атмосферы, для того, чтобы нормально работало все сантехническое оборудование, особенно газовые колонки. Поэтому у вас получается 20 метров плюс полторы атмосферы, это еще 15 метров водяного столба, и в итоге получается 35 метров водяного столба. Это должен быть подъем, то есть указывается на насосе, это глубина, откуда он может всасывать воду, то есть минимум в этом случае 35 метров. Ну, вот эти вот насосы, у них линейка очень большая, и, по-моему, они начинаются от 32 метров и пошли выше, там, 50-70, я уже не помню точно по высоте подъема. Ну, вот те два параметра, которые вам необходимы, то есть это производительность по воде и высота подъема. Ну, а дальше идет уже мощность, которая влияет уже на потребление электричества, и тому подобные характеристики. Ну, основные характеристики, как я сказал, это производительность и высота подъема. В принципе, характеристики у всех насосов те же самые, на которые стоит обращать внимание, это вот что касается по водолею. И еще такой нюанс, вот для каких целей я поставил вот эту фотографию. Значит, как видите, различия между вот этими двумя насосами никакого. Единственное, что здесь шильдик уже на китайском языке. То есть китайцы уже начали подделывать и вот эти насосы, которые производятся на Украине. Китайцы вообще молодцы в этом отношении. С китайскими насосами, честно говоря, я не работал. Ничего я не хочу сказать против именно китайской техники, так как все компьютеры у нас китайские. Но промышленный китай, в принципе, делает неплохие вещи. Если ширпотреб, то есть подделка такая, то по качеству именно вот таких вот китайских насосов я ничего сказать не могу, так как с ними не работал. Следующий насос, который я хочу рассмотреть, это так называемый водомет. Это, по-моему, воронежское производство, если я не ошибаюсь. Его тоже я видел в работе, причем у него тоже те же неплохие параметры. Производительность, по-моему, начинается от 3,6 кубов в час. Очень хорошая производительность. И высота подъема тоже, по-моему, от 40 метров, начинается 40 и выше. То есть это достаточно для средней глубины скважины. Причем у него, по-моему, даже многоступенчатый. То есть здесь у него на валу располагается несколько крыльчаток. И в зависимости от количества крыльчаток и получается вот эта вот высота подъема на увеличение. То есть с одной крыльчаткой он подает 40 метров с двумя там и выше. Плюс еще у него много нюансов. У него, по-моему, охлаждение самого двигателя идет с помощью этой же воды со скважинами. То же самое нержавеющий корпус. То есть, в принципе, цена-качество удовлетворяет именно этим насосом. Единственное, что самая первая позиция в линейке, в типолинейке, у него, по-моему, кабель вот этот вот всего-навсего 10 метров. Поэтому обращайте внимание, вот этот с 10-метровым кабелем они предположены в основном либо для колодца, либо с открытых каких-то водоемов, там, например, либо с резервуаров. Для скважины они уже, конечно, будут, сам кабель маловат. Все они рассчитаны на диаметр скважины 100 миллиметров, то есть, где-то 95-95 миллиметров у него диаметр корпуса. Далее пошли уже импортные насосы. Естественно, они подороже, чем наши отечественные. По качеству, что я могу сказать? У меня был первый насос, итальянский, но это еще были и 90-е года. На нашем отечественном рынке вообще не было глубинных насосов, кроме малышей. И я приобретал итальянский насос. Хороший насос. Долгое время он у меня проработал, но вышел такой нюанс, что переломился вал. По какой причине, это я расскажу чуть позже, когда мы будем разбираться с системой автоматикой. Итальянских производителей насосов очень много. Я думаю, в принципе, все они нормально работают, никаких нареканий нет. Единственное, что цена вопроса. У итальянских насосов, практически у всех, имеется коробочка, где располагается конденсатор пусковой обмотки насоса, плюс тепловое реле. Не всегда есть такие вещи на отечественных насосах. Здесь они уже располагаются с блоком защиты, как я уже сказал, то есть конденсатор для пуска и тепловое реле, для того, чтобы сам насос не сгорел от перегрузки. Есть еще насосы с датчиком сухого хода, то есть, когда уходит уровень воды. Следующие насосы, они считаются самыми лучшими немецких производителей. Грунфос по-разному считают, кто датский, кто немецкий, но в основном, основополагающие, по-моему, это немцы. Насосы Грунфос. У них тоже очень большая линейка типа размеров по производительности. Я вот изобразил их два насоса, то есть один по тем параметрам для среднего дома со средней семьей и есть вот такие вот многоступенчатые. То есть, в каждой вот такой вот ячейке располагается крыльчатка и, естественно, у него производительность уже, вот по крайней мере, вот у этого насоса, он, по-моему, со 115 метров и производительность, как бы не 10 кубов в час идет. Я думаю, для дома даже двухэтажного это очень большая производительность. Такие насосы уже считаются промышленные и полупромышленные. Поэтому вот я изобразил два фото для того, чтобы вам понять. Многие немецкие насосы идут уже с блоком автоматики. То есть, они не только контролируют все параметры для того, чтобы насос не попал в тяжелые условия, такие как перегрузка, поток, датчик сухого хода, чтобы без воды он не работал, но еще, значит, автоматика своего рода частотный преобразователь, который может работать без расширительного бака по большому счету и плавно запускать насос, поддерживать давление в системе и тому подобное. Значит, чем хороши эти насосы? Здесь уже внутри стоит обратный клапан. То есть, вам не нужно будет дополнительно приобретать, накручивать этот обратный клапан. Вот такой вот расклад, в принципе, по насосам, который я считаю, что более надежные и по качеству, и по цене. Ну, естественно, наши отечественные насосы, они дешевле, чем вот эти вот импортные. Значит, еще на что хочу обратить внимание. Обязательно, когда будете приобретать насос, уточните у продавцов, либо менеджеров, насколько гарантия, если сервисный центр у вас поблизости, потому что возникают часто такие вопросы, если что-то с насосом случится, сервисный центр, вы живете в какой-то глубинке, а сервисный центр находится только в Москве. И тогда начинаются проблемы. То есть, надо составить правильно акт поломки, потом отправляется все это в Москву, там разбираются, кто виноват, кто не виноват. Если по причине производителя вам, может быть, и сделают ремонт, ну, это бывает очень редко. Обычно козлом отпущения становится сам покупатель, который не выдерживает какие-либо параметры. Причем, я читал в паспорте на насосы, есть там такая оговорка, что там качество воды должно быть, там определенное количество песка, определенное количество солей, но так как, в принципе, хороших артезианских скважин просто-напросто практически нет, обязательно соли жесткости превышают всех допустимых норм, и на это обычно ссылаются уже заводы-производители, что эксплуатируются насосы в некачественной воде. Это вам такая пометочка для того, чтобы не попасть в просаг.